Отчёт начальника управления по реализации государственных и федеральных целевых программ правительства города Казбека Мусиевича Мальсагова был снят с повестки дня аппаратного совещания. Сразу после окончания заседания Дмитрий Овсяников сообщил журналистам о кадровых решениях, а также о причинах плохого освоения денежных средств, выделенных Севастополю на осуществление федеральной целевой программы. Это сама система работ по федеральной целевой программе, это позднее доведение лимитов, это некачественная работа по проведению конкурсных процедур, когда они отменяются. По ФЦП соответствующие кадровые решения в проекте приняты, руководитель управления с 25 числа больше не работает, в проекте будет назначен новый человек. И мы сделаем ряд организационных мероприятий, чтобы в 2017 году мы выполнили полностью мероприятие. По словам Дмитрия Овсяникова, реализация федеральной целевой программы фактически началась лишь во второй половине года. На сегодняшний день в Севастополе освоено около 5% полученных средств. Исполнение по городу Севастополь крайне низкое. Мы реально приступили к исполнению работ во втором полугодии 2016 года. Лимиты доводились с июля по сентябрь включительно. И уже в сентябре было законтрактовано максимальное количество проектно-изыскательской работы. В основном 29 мероприятий. До конца года наша задача эти объекты завершить, эти работы, чтобы в 2017 год мы могли уже приступить непосредственно к введению объектов под ключ. На сегодня освоение порядка 50 миллионов из доведенного миллиарда – это очень незначительное исполнение, крайне низкое. До конца года будет исполнено на сумму 600 миллионов рублей. В 2017 году Севастополь должен сдать под ключ 27 объектов, имеющих приоритетное значение для развития города. В их числе и севастопольский участок трассы Таврида, школа в бухте Казачья, канализационные очистные сооружения Южные.